2019 был очень важным годом для растений против зомби. После реально долгого затишья, когда никаких роликов по ПВЗ на ютубе долгое время не было. Ну, опять же, кроме, видимо, никогда не изживущих себя ностальгических обзоров и всяких хликбейтных видосов для детей. Никому неизвестный на тот момент канал с видосами по браузерным играм выпускает свой Magnum Opus. Прохождение растений против зомби без подсолнухов. Все в шоке от того, что игра проходится таким образом. Миллионы людей внезапно вспоминают про существование ПВЗ и спрос на контент по ней заметно вырастает. Ну и казалось бы, всё, а такой успех не повторить. Этот видос ничего не переплюнет, что-то более оригинальное и привлекательное зрителю придумать невозможно. И тут, спустя несколько месяцев, этот же чел выпускает видос по хардмоду. Все просто вахуя, просмотры бешеные, видос растёт активнее, чем прошлый и приток обгоняет его. И вот тут наша история и начинается. Этот всплеск популярности хардмода понёс за собой появление действительно существенного интереса к модам на ПВЗ в целом. И людей, желающих сделать что-то своё на этом поприще, стало довольно много. Преуспела в этом, конечно, больше всего китайская ветвь комьюнити, наглебав огромную кучу самых разных модов. Но в нашей части интернета известными из них стали только штуки 3. Обратная ситуация с модами от англоязычной аудитории. Вот тут уже почти все из них так или иначе будут на слуху. Экспаншн, ЕАЕ, МОДС, Ресейдет, это только самые известные. Дело всё в том, что англоязычные разработчики так или иначе продвигают свой продукт, выкладывают трейлеры на ютубе, пиарят в дискорд серверах, да и в целом из-за не очень большого комьюнити выход масштабного мода будет и так у всех на слуху. А вот с китайскими история другая. Во-первых, Китай и ютубом никто не пользуются. У них там есть свой собственный видеохостинг Билли Билли, где как раз видосы по ВВЗ довольно популярны. Во-вторых, сами авторы зачастую не то что прям горят желанием как-то активно продвигать своё творение. Большая часть видосов по каким-то модам там записаны обычными игроками, о котором он как-то случайно попал в руки. Ну и третье, привычка авторов просто дропать что-то и забивать на это огромный болт. Последний фактор и жителям китайского интернета сильно осложняет поиск некоторых модов. А для нас, для которых существует ещё и два дополнительных барьера в лице языка и другой платформы, это вообще оказывается на грани невозможного. Интернет настолько огромен, что даже проводя здесь сотни тысяч часов до некоторых его уголков мы просто никогда не доберёмся. И речь даже не о всяких даркнетах, намеренно скрывающихся отзоры обывателей. Тут всё куда прозаичнее. Просто та зона интернета, в которой обитаем мы, это наша негласная зона комфорта, за пределы которой мы непреднамеренно и не выйдем. Приведу слегка странный пример, но те, кто на канале не первый день, поймут о чём я. На ютубе прямо в открытом доступе лежат анимации про еблю в гача лайф и пластилиновые мультики со срущими амогусами. И там и там миллионы просмотров, но кого из знакомых не спроси, никто таким не интересуется и более того считает странным. Тем не менее, на каждом из них по несколько лямов просмотров, и примеры это далеко не единичные. Таких видосов тысячи, а значит спрос на это есть. Но если это ещё можно списать на то, что это смотрят дети, то для кого существует этот видос, набравший, внимание, 200 миллионов просмотров, где какой-то чел просто минуту снимает улицу на телефон, мне лично непонятно. Тем не менее, видя количество просмотров, невольно напрашивается вывод о том, что для кого-то этот контент да существует. Просто опять же, интернет так обширен, что даже общаясь на одном языке и посещая одни и те же ресурсы, с некоторыми людьми мы просто не пересекаемся из-за различий в интересах. Но это всё, конечно, больше тема для моей другой серии видосов. Тут же я хочу донести немного другое. Порывшись на китайской стороне интернета, можно найти много интересных экземпляров. Зачастую они очень старые, и всех их объединяет одна очень важная черта. Автору на них просто похуй. Разработка прекратилась давным-давно, тестовый билд-мод оказался в сети случайно, и наиболее вероятно, не был никем никогда протестирован. Таких примеров куча, огромная куча, у большинства этих модов даже названия нет. Неизвестен разработчик, нет никакой базовой информации о дате выхода и версии. Они просто существуют где-то в уголках китайского интернета на случайных файлообменниках. Сегодняшний мод именно такой случай. Давно забытый разработчиком, и не имеющий даже названия, но при этом завышающий планку сложности до такой степени, что у меня в один момент даже появились сомнения в том, что он вообще возможен. В комьюнити его прозвали Unnamed. Переводится это буквально как безымянный. Ну, подождите, что значит разработка давно прекратилась? Вот же новая версия этого мода. Не совсем. Мод действительно не так давно получил несколько крупных обновлений, и изменился прям до неузнаваемости. Новые текстуры, новые способности растений, новые мини-игры, новые зомби. Только вот, это всё дело рук не его создателя. Первоначальный разработчик давным-давно забросил мод, так и оставив его незаконченным. Причин у этого могло быть множество, но, как мне кажется, одной из основных стала его несправедливая сложность, которую было тяжело пофиксить. И мод так и остался бы одним из тех забытых кусков китайского геймдева, если бы в один момент эта сырая и незаконченная версия не попалась на глаза какой-то группе энтузиастов, которым сильно понравилась его концепция. Так на свет появился Brutal X Plus. Они перелопатили весь мод, полностью изменили в нём баланс, бафнули растения, понёрфили совсем уж несправедливые вариации зомби, исправили самые критические баги по типу вылетов игры на некоторых уровнях сброса прогресса, и теперь по интернету гуляет именно эта версия. Работа была проделана колоссальная, мод сейчас действительно выглядит круто, и играется даже интереснее оригинала. Но это всё не то. Я в него играл немного, но на протяжении всего игрового процесса меня донимало чувство, будто что-то не так. Я прям реально не знаю, в чём дело, но играть мне было как-то некомфортно, игра оказалась заметно легче, меня прям не покидало ощущение какой-то неправильности. Опять же, мод крутой, не спорю, новый разработчик постарался на славу. Но вот конкретно я ждал от этого чего-то другого. И я это получил. Покопавшись в интернете, я всё-таки смог найти оригинальную версию этого мода. Никакого ребаланса, никакого ретекстура, старое доброе разрешение 4х3, и несправедливая к игроку сложность. Как же я был в тот момент рад. Копаться в каких-то старых, давно уже не актуальных версиях разных игр, мне нравилось всегда. А найти старую, куда более сложную версию, и так непростого мода для ПВЗ, для меня было огромным достижением. Ну, немного отойдём от темы. Я вам тут сидел, рассказывал про ПВЗ-мод с крутой историей. Но в моде этом надо чё-то запариваться, сидеть, придумывать тактики, пытаться разобраться в механиках. А это всё, конечно, процессы, требующие кучу времени и усидчивости. Так что представляю вам Lineage 2 Essence. В чём его главное преимущество? Ваше время он не будет тратить попусту вообще. Функция автоохоты полностью уберёт из вашего геймплея скучный гринд, оставив только самые интересные его элементы. А именно, межсерверные сражения, массовые ПВП и битвы на Олимпиаде. С таким шикарным онлайном, как там, всё это будет ощущаться как минимум грандиозно, а как максимум отвал башки. Так что о скачивании вы не пожалеете. Игра в целом очень приветливая к новичкам, упрощённая прокачка и комфортное развитие за любой из классов, что важно, в одиночку, говорят сами за себя. Там, кстати, ещё и регулярные обновления. Вот недавно добавили новое подземелье, несколько новых территорий и новую экипировку. И такое там происходит регулярно, поэтому скучать игра не позволит. Короче, если заинтересовались, все ссылки в описании. Ну а мы погнали к прохождению. Проблемы, как нетрудно догадаться, начались уже на первом уровне. Этот мод с нами не церемонится совсем. Если в Бруталексе новые типы врагов вводились только при появлении зомби с конуса, то тут на нас их вываливают сразу. Вариация для обычного зомби. Тут добавили вариацию для обычного, блять, зомби. Да какую? Этот чел, во-первых, ускорен, во-вторых, имеет в три раза больше хп, и в-третьих, игнорирует все растения. И мы с ним будем встречаться на каждом уровне. Вообще на каждом. Уже на первом уровне я чуть не проиграл. Один такой забрал у меня косилку, а второй чуть не добежал до дома. Я думаю, уже понятно, что про баланс в этом моде нам говорить не придется. Но вот тему его отсутствия мы еще не раз затронем. На туториале этот зомби, конечно, доставлял больше всего проблем. Никаких растений, чтобы быстро его ликвидировать, у нас нет. Поэтому приходится надеяться чисто на урон от горохострела. В коих у нас обычно не так много из-за дефицита солнца. Для его убийства нужно минимум два. И то этого не всегда хватает. А дело в том, что в ПВЗ есть одна неочевидная механика. Скорость у зомби не постоянно. Какие-то зомби быстрее, какие-то медленнее. Скорость им выраливается случайно, и у каждого она своя. Это как раз очень хорошо заметно во всяких модах с увеличенным спаунрейтом, когда на линии выходят условно два зомби, и один из них заметно начинает обгонять второго. Только вот дело в том, что механика эта в игру добавлялась без учета того, что кто-то решит добавить обычному зомби ускоренную в пять раз раз разновидность. Смотрите, суть в том, что эти рандомные значения скорости выдаются зомбям не в виде конкретных прибавок, а в виде множителей. То есть представим, что дефолтная скорость у зомби один. При этой скорости один он медленно плетется до дома, проходит три клетки, ему отстреливают еблище, и он умирает. Но игра решила чуть-чуть усложнить игроку жизнь, и зарандомила ему множитель два с половиной. Теперь его скорость равна единице умноженной на два с половиной, и при таких условиях он умудряется пройти уже семь с половиной клеток, перед тем, как умереть. И казалось бы, разница в четыре с половиной клетки очень существенная, но надо понимать, что такая разница будет только, если на линии стоит лишь один горохострел. А такое в целом в ПВЗ происходит крайне редко. Обычно мы успеваем выстроить оборону хотя бы, ну, из трех, а если это поздние уровни, то и вовсе используем более сильные растения. Так что на выходе, когда у нас выстроена какая-никакая оборона, мы имеем разницу, ну, где-то в пол клетки, ну, там, максимум в одну. Разница в одну клетку, конечно, не так важна, и при обычной игре особо не ощутима. Только вот опять же, вспоминаем, что на ускоренные вариации обычных зомби у разработчиков расчёта не было. Теперь выстроим аналогичную цепочку, взяв за основу ускоренного зомба с запиской. Это условное значение 1 превращается в 5, потому что по дефолту записочник ходит быстрее обычного мертвяка раз в 5. И дополнительно накидываем ещё множитель 2,5, 5 умножить на 2,5 равно 12,5. Теперь-то чему ебашить 12 раз быстрее? Тут уже и два горохострела помехой не станут. Мод, а если на линии ещё и косилки нет, то, ну, сори, игре виднее. Мод, кстати, особо не расщедривается на бафы, действительно какие-то полезные прокачки появились только у парочки растений, что как раз отличает его от того же Бруталекса или Хардмода, в которых перелопатили почти все. Мина в этот список, к счастью, входит и имеет аж 2 новые способности. Первая, мгновенно восходить, и вторая, бахать в радиусе 3 клеток на своей линии. Это пиздец полезно, особенно второе, только вот узнал я об этом почти в случайности. Сейчас объясню, о чём я. Ну, смотрите, зачастую моды вообще не запариваются над заменой внутриигровых надписей. Обычно весь текст в игре оставляют прежним, и даже если принцип работы какого-то растения целиком поменяли, условное описание в Альманахе останется прежним. Ну и ещё более смешная ситуация во всяких китайских модах. Тут мало того, что описания не заменены, так ещё и весь текст превращается вот в это. Такой прикол из-за кривого декодирования, ну и тут ситуация идентичная. Описание мины вот такое, а из этих скобочек, плюсиков и ещё какой-то хуйни очень трудно понять, что мина теперь бахает областью 1 на 3, так что догадался я до этого только на... на уровне, про который стоило бы на самом деле поговорить отдельно. Но давайте сначала закончить мысль. В общем, я всё это к тому, что как раз в новой версии этого мода с этим всё вообще отлично. Все описания мало того, что поменяли, так ещё и добавили нормальный китайский язык, что для меня ну прям отдельный ахуй. Скажем так, среди модов это не то, что редкость, это скорее даже буквально единственный мод, который над этим вообще запарился. Включить нормальный язык в игре можно было в принципе и до этого, но делалось это через костыли ебаные, там нужно было либо полностью переписывать лаванстринг в файлах игры, либо вообще лезть в настройки винды и иметь там отображение нетипичных для неё языков. И то ничего из этого обычно не давало никаких адекватных результатов, потому что от таких приколов в игре либо шрифт ломался, либо надписью езжали, либо текст вот такую залупу уродливую превращался. А тут прям реально запарились и сделали фулл игру на китайском. Завезли для этого приятный глазу шрифт, так ещё и все описания под реалии мода переписали. По заёбистости новая версия этого мода стоит, наверное, чуть ли не на втором месте после Брутала, только вот если в Брутале вся эта заёбистость выражалась в миллиарде новых механик и кучи новых уровней, то тут именно визуальные составляющие игры. Ну а теперь про тот самый какой-то там страшный ужасный уровень, который я упомянул раньше. Вопреки, ну, хуй знает чему, законам логики, наверное, самым сложным на дневной локации является не десятый, не девятый, а именно седьмой уровень. Зачастую почти во всех хардкорных модах именно он становится первым серьёзным боссом, и когда я начал испытывать трудности уже на 1.6, я начал догадываться, что на седьмом уровне меня просто выебут. Но что ж здесь такого? Может кто-то спросить? Не, ладно, я знаю то, что те, кто на моём канале не первый день таких вопросов задавать не будут, но представим, что кто-то реально поинтересовался. Зомби в шестом. Ёбаная сука, терроризировавшая меня почти во всех модах, которые я проходил. Он быстрый, он игнорит первое растение, он имеет очень маленькую игровую стоимость и просто ебёт мозги. Но этим бы всё кончилось. В этом моде он ещё и имеет в три раза больше хп, чем обычный зомби, полностью уничтожает перепрыгнутое растение и оставляет на том месте могилу, блять. Но даже это не всё. Из этих могил вылезают абсолютно случайные зомби. То есть вообще без проблем может вылезти вот этот хуйло с тремя тысячами хп или вот такой вот прикольный наборчик. Но это всё лирика. Уровень 1.6А прошёл минус 20 силы, дальше у нас его усложнённая версия с двумя волнами. Ну, давайте сначала объясню, что для нас значат две волны. Две волны для нас значат 80 обычных зомби, два с флагом, 64 конусных и 41 прыгун. Вы, конечно, скажете, чё за хуйня, чё так много, чё за цифры вообще такие. Ну да, должен сказать, цифры-то, конечно, примерные, обычно больше. Спаунрей тут, в общем-то, как и принято во всех модах, в 4 раза больше оригинала, но прикол этому всему, конечно, добавляют вариации. Среди этих 60 конусных частенько встречается вариация, призывающая после смерти 4 дополнительных зомби на разных линиях. Особенно прикольно, когда вместе с ней выходит другая вариация, хилищая всех зомби в радиусе 3 на 3, просто не позволяющая никого убить. Этот хил пиздец сильный, около 250 хп раз в 5-6 секунд. Для сравнения, обычный зомби имеет 270 хп, и чтобы его убить, надо либо иметь такую ебейшую оборону, гасящую зомби меньше, чем за 5 секунд, либо пытаться каким-то образом ликвидировать хиллера. То есть, с того же прыгуна, даже стоящего на месте, один грохострел усиленный пнем уже ни при каких условиях убить не сможет. Даже если ему скорострельность увеличить в 2 раза, а это на секундочку урон как от 4 горошин, то он все равно будет делать это с трудом. Такие ситуации в игре встречаются регулярно, обычно при выходе он собирает вокруг себя массивную толпу, которая от атакеров не отлетает вообще. В таких ситуациях единственным выходом будет подорвать главаря каким-то инстакилом, чтобы остальные стали хотя бы уязвимыми. Только вот даже с этим тут есть серьезные проблемы, потому что поле засрано могилами, и мин мы можем впихнуть не везде. Из-за этого эти ОПГ частенько подбираются очень близко к нашим растениям, и после ликвидации граммофонного, а это он их хилит, если что, зомби просто не успевают умереть от атакеров, и начинают прорваться вперед. Это, конечно, еще не самое смешное, что тут есть. Как я сказал, на уровне этом в районе 41 прыгуна, а я вам напомню, какая у них обилка. После прыжка они срут под себя могилой. То есть 41 прыгун, это где-то около 41 могилы на поле. Ну ладно, слегка преувеличил, все-таки иногда два прыгуна бегут нога в ногу, и оба перепрыгивают через одно растение, из-за чего могила появляется только одна. Ну, это, в принципе, единственное исключение, мины взорвать прыгунов все равно не выйдет, из-за того, что не успевают через нее перепрыгнуть. Вишни перезаряжаются очень долго, из-за чего их не получается тратить на выходящих каждую волну прыгунов. А бесконечно байтить их на растение, намеренно заставляя оставлять могилу ближе к началу поля, мы, очевидно, не можем, потому что в свободных клетках с каждым разом все меньше. Ну и вот такая ситуация выходит. Могил дохуища, ставьте на паузу и считайте. Но, опять же, напомню, из них на последней волне еще и зомби вылезут, а зомби тут, как я уже говорил, необычные. Так что даже в ситуации, где мы справились со всем, что я описывал до этого, в конце нам тоже придется пропотеться. Это вообще, блять, отдельный ребус. Вот вылезает тут Грагантюа, ты хочешь захуячить его миной, а он вот такой вот прикол делает, ты сидишь в ахуе, просто что это нахуй сейчас было? Вообще этот уровень стал прям показателем для сравнения новой и старой версии этого мода. В новой я его прошел вообще без проблем, буквально секонд трайм, и для меня прям вопросом оставалось, чем вообще обусловлен такой скачок сложности между версиями. Я полез смотреть, что там по спаунрейту в новой версии, и обнаружил, что игра по ощущениям отдает чуть больший приоритет конусам, чем прыгунам. Но разница со старой там незначительная, так что хуй его знает. Только вот остается непонятным, как к концу уровня в старой версии у меня на поле было аж 20 могил, а тут всего несколько штук. Сразу подумал, что у прыгунов в новой версии просто меньше хп, но протестил оказалось, что столько же. Дальше подозрения пали на ледяных горохострелов, им тут прикрутили шанс выстрелить горящей ледяной горошиной, горошиной, налоги какой-то хуйни вообще забейте, просто держите в голове, что такое есть. Горошина эта наносит в 2 раза больше урона, чем обычная, и бьет небольшим сплэшем, задевающим всю толпу в пределах одной клетки. И вот было у меня предположение, что им просто реально увеличили шанс выстрела этой самой горошиной, и теория на самом деле очень вероятная, но проверить это проблематично. В старой версии этот шанс был то ли один из трех, то ли один из четырех, тяжело сказать, но огненные шарики летели заметно реже. В новой же версии, даже вопреки тому, что я рассказывал про проработанные описания, шанс этот неизвестен. В описании про него не написано, но если так просто на глаз сказать, то он где-то чуть ли не 50%. Ну и то, что реально 100% значительно повлияло на снижение сложности, режим 16 на 9. Вот это уже прям невооруженным глазом видно, из-за расширенного экрана у зомби есть еще условные две клетки, по которым нужно пройти, а находясь на этих дополнительных клетках, зомби также уязвимы, поэтому из-за того, что зомби с шестом получает в этой версии урон гораздо дольше, до растений наших он добежать не успевает. Но это все такая хуйня, реально. После этого уровня вообще новая стадия шизофрении начинается. Появляется зомби с ведром. Этот деббик имеет также две вариации, и этого, если честно, за глаза хватает. Ну это пиздец, просто вы что охуеете. Одна после смерти спускает с небес абсолютно случайных зомби, вообще поебать каких. Вот тут гаргантюа, вот тут зомби с лестницей, тут газету ебаную, вообще похуй. Ну и вторая... Ахуй, блядь. Надевает всем зомби в радиусе 3 на 3 клетки на ебальники ведра. Вообще всем. Сбиваешь конус, появляется ведро. Сбиваешь ведро, появляется еще одно ведро. Ну ебнуться реально. При этом, блядь, сама эта вариация еще и сильнее обычного ведроголова. С одного инстакила она не умирает, ее надо еще и чем-то добить. С их появлением игра становится в разы веселее, как минимум, потому что из-за четырехкратно увеличенного спаунрейта зомби с ведром может выйти самым первым. Поэтому, если прогнет тот самый шанс на становление условно пальмоголовым, то на поле могут внезапно, прям в самом начале очутиться гаргантюа, говновозка и газета. Это, кстати, рождает еще и такую проблему, как бесполезность косилок в конце. То есть, почти в любом другом моде, если ты дошел до последней волны и при этом как-то сохранил все косилки, то независимо от состояния твоей лужайки ты побеждал. Вся толпа просто могла дойти до конца поля и сдохнуть под колесами. Тут же нас и с этим шлют нахуй, потому что как раз таки эта самая вариация ведра и тот Майкл Джексон хуев призывают после смерти зомби. И у меня была прям идентичная ситуация, как я вот сейчас описывал, вроде прошел, вроде всех задавят косилки, но нет, блять, вылезают из-под земли танцоры и хавают мне мозг. Ну, это все в принципе уже не особо интересно, там дальше три довольно тривиальных уровня идут. Я вообще, начиная играть в этот мод, больше всего ждал именно ночную локацию, потому что тут у нас появляется очень интересный зомби. Уровень 2.2 во всех модах, кроме разве что хардмода, потому что с него там нахуй убрали зомби-газейчика, всегда вызывал какие-то сложности. И вот это уже реально уровень чисто для отсеивания новичков. Я прям много знаю примеров, когда люди с концами дропали условный бурталекс чисто из-за уровня 2.2. Выходит все таким образом самый основной из них зомби с газетой. Среди ПВЗ модов, в особенности китайских, стало уже негласной традицией бафать газетчика просто до ебанутых показателей всего нахуй. Самый известный пример газетчик из хардмода, его, я думаю, видели вообще все. Там у него в разы больше здоровья, огромный урон, ебейшая скорость и полная неуязвимость во время проигрывания анимации потери газеты. Там это буквально самый сильный враг, типа прям без пизды газетчик куда сильнее Гарганчуа и в целом куда больше проблем доставляет, чем любой другой зомби. К нему всегда какой-то особый подход нужен, просто большим уроном его не возьмешь как раз таки из-за того состояния неуязвимости во время анимации. Дальше на очереди газетчик из Брутала, который тоже был ускорен и к хуям топтал нам растения. Разве что хп у него было меньше и не было вот этих вот кадров неуязвимости, так что бороться с ним было не так тяжело. В Бруталексе к нему добавилась еще и смешная вариация с ведром на голове. Это вообще сюр, блять. Нам как будто обычного не хватало своей ебейшей обилкой, а тут еще одного добавили с кучей хп. Ну и на почетном первом месте в этом топе хуесоса стоит газетчик в этом моде. Это буквально самая худшая его разновидность из тех, что я встречал. Он реально вообще без преувеличений сильнее, чем его брат из хардмода. А я напомню, в хардмоде скиллы газетчику добавлялись по принципу так, что там неуязвимость на несколько секунд та давай, что там, блять, растение за один укус хавать будет, да похуй вообще. Я уж даже не берусь сравнивать характеристики, но даже без этого видно, что вес растения он гораздо быстрее и плюсом к этому у него появилась неуязвимость к чомперам, блять. В хардмоде чомперы как раз оставались последним средством защиты против газет. К прямому урону, как я уже сказал, они почти невосприимчивы, но вот чомперы все еще могли их ваншотнуть, если выставить их в тайминг. Тут же у нас отняли даже это, технический чомпер конечно все еще может их захавать, но только до потери газеты, что очень, блять, неудобно. А вот после ее потери его уже ничего не убьет, кроме косилки, гоняет он по полю очень быстро и моментально жрает все на своем пути. Так что все, что нам остается, это смириться с потерей ряда. И опять же, надо учитывать, что на этих уровнях он не единственный враг и все те вариации, про которые я рассказывал до этого, тоже будут встречаться. Зная все это, уже как-то страшно даже браться за эти уровни, но мне было прям очень интересно испытать себя в этом, так что я ясен хуй попробовал. Уже на 2.1, как нетрудно догадаться, возникли проблемы, солнца нету, экономику не выстроить, атакующими сражаться бесполезно, а помочь нам могут разве что саппорты, а на них мы накопить как раз не можем. Ну и вот как раз этот самый замкнутый круг. Надо солнце, солнца нету, надо подсолнухов, подсолнухи нужно защищать, надо защиту, для нее нужно солнце, солнца нету и так далее. Спарогрибы я, кстати, тоже считаю саппортами, и в этом контексте это особенно важно. Прикол в том, что такие количества зомби этими самыми грибами не убить никак, плюсом к этому они частенько руинят, сбивая газетчикам газету, что хуево, думаю, не надо объяснять почему. Но для самого начала игры, где выходит по 3-4 зомби, бесплатные грибы как раз очень хорошо подходят, потому что их на такое количество нам плюс-минус хватает. Исключение, это, конечно, моменты, когда в самом начале выходят какие-нибудь газетчики, либо варианты конусов, но я такое обычно не считаю, потому что в таких ситуациях, конечно, лучше всего просто перезапускать. Плюсом ко всему, эти грибы тут чуть-чуть бафнули, с каким-то милипездрическим шансом при их съедении зомби может ненадолго заморозиться. Это, конечно, было бы полной хуйнёй, будь такая обилка у любого другого растения, но у гриба это работает довольно неплохо. Прикол, конечно же, в их количестве, из-за отсутствия у них цены и довольно быстрой перезарядки, выставлять мы их можем очень много. Ну и если наряду стоит хотя бы 4, то шанс на то, что заморозка прохнет хотя бы от одного из них заметно возрастает. Но, по своему опыту скажу, надеяться на этот, как, в принципе, и на любой другой элемент удачи в подобных модах, это очень хуёвая затея. Ну просто вспомнил ту же ромашку из Брутала, есть, конечно, какой-то там шанс, что она выдаст чёрное солнышко, которое всех нахуй взорвёт, но намеренно ставить её в центре поля и ждать прока этого самого солнышка, это затея, ну, ебланская, откровенно говоря. В подобных модах любят вставлять всякие такие механики, где на 344-ый выстрел горокострел выплюнет не горошину, а ядерную бомбу нахуй. Но очевидно, что полностью строить свою тактику на этих рандомных проках, это, во-первых, зачастую стратегия нубиков, а, во-вторых, ну, не особо-то и интересно. Но против газет я другую страту, связанную с грибами, разработал. Смотрите. Это, наверное, нужно было сказать изначально, но никакие взрывные растения, шутающие дефолтную мертвичину, газету убить не могут. Разработчик, конечно, не глупый, и при попытке вот так вот наебать систему, нас немножечко затрулят. Он этот взрыв проигнорит, все, что с ним случится, это банальная потеря газеты, что, конечно же, больше мешает, чем помогает. Пытаться устранить эту бешеную падлу проще в ее спокойном состоянии. Но троллинга не произойдет, если газету у него как раз таки предварительно спиздить и только потом взорвать. Но и тут есть свои подводные, потому что ставить взрывное растение нужно только после проигрывания его анимации. Тут, прям как в хардмоде, ему добавили айфреймы, и пока он в этом промежуточном состоянии, и он будет впитывать в себя 100% любого урона, который мы ему наносим. Ну, в общем, система такая. Сначала выставляем несколько грибов, чтобы сбить ему газету, потом дожидаемся момента, когда он начинает бежать и вот этот миллисекундный тайминг кидаем ему под ноги мину. Только и тут проблема есть, если на одной линии вышло два газетчика или перед газетчиком идет какой-то другой зомби, то это просто не сработает. Потому что газетчик, идущий сзади, получит урон только от мины. Блядь. А, ты чё? А как он, а чё? А, его этот хуйлан по диагонали задевал. Вы чё троллите? Блядь. Чё делать? Пизда. Так, ладно. А не, а чё ладно? Это чё ладно, блядь, шоколадно. А, вот так. Так что это всё супер вариативно, никаких тут четких стратегий борьбы с каждым зомби нету. Самое главное это просто уметь импровизировать и в нужный момент изъебнуться так, чтобы не потерять весь полученный прогресс. Но это меня опять понесло не туда, соблюдая правильную хронологию, мне стоило бы сначала рассказать про уровень 2.1. Он имеет статус вводного, а значит является более простой версией следующего. С этим нам, конечно, можно сказать повезло, засунули сюда всего три типа врагов, в оригинале, кстати, было два, конуса не было, немного удивительно, что этот мод ещё и левел дизайн менять взялся. Большая волна тут тоже всего одна, и в целом игра обходится с нами довольно добродушно. От этого я не побоялся взять на этот уровень из атакующих только чомперы, так как выше 12 количество очков на волнах подниматься не будет, а финальную можно при желании косилками и инстакилами законтрить. Я оказался прав, чомперы тут в принципе справились, хотя казалось бы зомби на уровне дохуя, и даже последнюю волну я кое-как добил минами и вишнями. Ну это всё, конечно, приколы, главным боссом тут остаётся 2.2, и тут уже факторов сложности ну побольше будет. Зомби с газетой вообще не трогаю, с ним всё очевидно, а он нас просто ебёт и ничего противопоставить мы ему не можем. Куда более актуальные проблемы раскрываются в другом. Во-первых, две волны. С четырёхкратным спауном две волны для нас становятся огромной проблемой, все те числа, которые я называл вам на уровне 1.7 актуальны и здесь. 80 обычных, 60 конусов и 40, блядь, газетчиков. А, три с пальмой, я только сейчас заметил, охуеть, блядь. Ещё кого? Кого ещё? Понял! Так, давайте ситуацию анализировать два грамотюа, два гигафутболиста, три газеты. Да не-не-не. Вот тут уже плавно подвожу ко второй проблеме и по совместительству с самому кретиническому геймдизайнерскому решению мода Стоимость зомби с газетой. Внутриигровая стоимость у него равна 2, в то время как по дефолту спаун тут 4 очка. Проще говоря, с точки зрения распределения врагов по уровню зомби с газетой оценивается игрой так же, как и зомби с конусом. И тот, и тот стоят по 2 поинта. Ещё проще говоря, уже на первой волне с таким, блядь, показателем стоимости могут спокойно выйти сразу 2 газетчика. К игроку это абсолютно несправедливо, возможности контрить это на таком раннем этапе мы, блядь, не имеем. А вспоминая наличие тут второй волны, под конец количества этих самых газет на поле будет просто огроменное. И тут уже так же просто справляться со всеми, как и на уровне 2 и 1 не получится. Зомби фактически в 2 раза больше и обычные чомперы их всех тут ну ни при каких обстоятельствах съедать не смогут. Остаётся надежда на то немногочисленное количество атакующих, которое нам дали на прошлых 10 уровнях. Горохострел сразу отпадает. Он тут конечно получил один небольшой баф, но он настолько незначительный, что на него даже надеяться не стоит. Там в общем прикол в том, что чем дольше этот самый горохострел стоит на поле, тем быстрее он начинает стрелять. Но при нормальных условиях это заметить почти нереально и на геймплей это очевидно абсолютно никак не влияет. Так что как я уже сказал, похуй. Куда более существенные бафы получили эти 2 вида гороха и в принципе на обоих из них у меня были какие-то надежды. Ледяной горох меня привлекал тем, что его огненные снаряды имеют небольшой сфлэш, а значит смогут дамажить газетчика сквозь его газету какое-то время. С репитером же история другая, ему тут просто приделали обилку стрелять как ебанутому, блядь. Помимо основной атаки вперед он периодически хуячит еще куда-то в стороны. Ну и это в принципе тоже могло дать неплохую такую прибавку к ДПСу. И попробовав и так, и сяк, я что-то совсем уже разочаровался в этих растениях, ибо они прям ну вообще не вывозили. Зомби много, урона не хватает, солнца на апгрейды тоже не хватает, постоянно душат эти вариации. Я, кстати, забыл упомянуть, на 2.2 еще и ведроголовый появляется, а у него вообще пиздец они вариации, так что в победу я совсем уже переставал верить. Тот сплэш, про который я говорил, вообще не помогал, газеты все равно выживали, добивать их не получалось, и в целом все шло по пизде. А репитеры, если исправлялись лучше, то только, наверное, с обычными зомби, а против газетчиков у них все равно шансов не было. Забивали они им газеты на ура, но на этом все в основном и заканчивалось, потому что добить их урона им не хватало. У меня там, конечно, чумпер был еще, но я про него уже сказал, стоит 150, хавает только одного зомби, зомби у нас на экране, ну, сами понимаете, не один, так что ебал я его рот. Ну и казалось бы, все, тупик, уровень невозможен, но я все-таки его прошел. Ну а как, расскажу в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok